Всем привет, с вами Кинолис, и сегодня у нас топ лучших фильмов и сериалов о Чернобыле. Поехали в нашу подборочку. После Чернобыля. Среди новинок кино 21 года достоин внимания триллер о Чернобыле, снятый в формате любительской камеры. Данный фильм не затрагивает саму аварию. Он повествует о группе американских туристов, оказавшихся в мёртвом городе Припять. Жуткая атмосфера усиливается на протяжении всего фильма. Если в начале это выглядит как простой пугающий квест, к финалу всё переходит в настоящий ужас. Чернобыль. Драматическая новинка российского кино вдохновлена событиями, произошедшими в Чернобыле, но не основана на них. Поэтому фильм обходит стороной реальные исторические факты. У пожарного Алексея большие планы на будущее, маленький сын и любимая девушка. Он не рвётся рисковать и не подходит на роль народного героя. Но трагедия мирового масштаба взрыв на Чернобыльской атомной электростанции меняет всё в одночасье. Вместе с инженером Валерой и водолазом Борисом Алексей отправляется в самое пекло, чтобы не допустить второго взрыва. Это отсек под реактором, затопленный водой. Запретная зона. Через три года после Чернобыльской катастрофы шестеро друзей отправляются в сплав по Припяти. Запутавшись в координатах, ребята попадают в зону отчуждения. В попытках найти дорогу обратно молодые люди случайно убивают человека. Ребята находят среди вещей погибшего большую сумму денег. Подсиловали её друзьям такая ответственность. Случайное преступление становится проверкой для чувств и поступков героев. Чернобыль. Сериал от HBO. В канун 1 мая 1986 года ничто в советской Украине не предвещало беды. Спокойно жил и трудился небольшой город атомщиков Припять. Люди готовились к празднику. Дата 26 апреля навсегда впечатлилась судьбой горожан. Этой ночью на местной атомной электростанции проводят испытания с катастрофическими последствиями. Новый иностранный сериал про Чернобыль, основанный на реальных событиях, показывает хронику аварии. Чернобыль. Зона отчуждения. Финал. Российский художественный фильм 2019 года представляет собой полнометражный финал популярного фантастического сериала про Чернобыль. Каждый из трёх картин предлагает зрителю разные концовки. Паша перешёл на тёмную сторону и помогает таинственной корпорации осуществлять незаконное строительство внутри саркофага. Четвёрка друзей снова отправляются в зону, чтобы попытаться спасти друга и предотвратить катастрофу. Чёрный цветок. После окончания пединститута Лера отправляется работать учителем младших классов в Припяти. Там она встречает симпатичного физикоядерщика, работающего на ЧАЭС. У пары всё складывается хорошо, они планируют создать семью и завести детей. Но события апреля 1986 года бесповоротно изменили историю и судьбы главных героев мелодрамы. Припять. Оставленные позади. В 1986 году в Украине произошла ядерная катастрофа. Весной 2011 года компания американских туристов решает посетить дикованную зону отчуждения. Польше их никто не видел. Лишь через несколько лет украинские правоохранители нашли кассеты с видеоархивом произошедших событий. Это интересная картина, один из немногих фильмов ужасов про Чернобыль и Припять в нашем списке. Благодаря своей реалистичности, ужастик получил хорошие отзывы зрителей и высокий рейтинг. Чернобыль. Зона отчуждения. Сериал. Пятеро приятелей преследуют на автомобиле воришку, похитившего из дома одного из них крупную сумму денег. Продвинутый преступник записал видеоосчет, согласно которому он направляется в Припять. Компания следует за ним и попадает во временную петлю. В результате герои захватывающего русского сериала оказываются в Чернобыле в зловещий день апреля 1986 года. Вот такая у нас была подборка из лучших фильмов и сериалов про Чернобыль. С вами был Кинолист. Ставьте лайк, если вам понравилась данная подборка. Пишите комментарии. Всем пока.